Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Часть первая. Был ли апостол Петр главой апостолов и наместником Христа? Вот. Это католикам разбор даем. Первое. Учение православных и католиков об апостоле Петре. Вот это заголовок такой. Среди заблуждений римско-католической церкви первое и главное место занимает, несомненно, учение о главенстве и непогрешимости Папы. А с точки зрения практической, с точки зрения возможности так называемого «соединения церквей» в кавычках, это учение можно считать, пожалуй, не только важнейшим, но и единственным препятствием к этому соединению. Вот где корень. Не филиок, вот отца и сына исходящие. Вот где корень всего. Я заранее скажу, с этим я никогда не могу согласиться, что Папа главенство над всеми. Нигде. Тут очень четко будет доказано. Если бы можно было предположить, что в один прекрасный день римские католики сознали свою ошибку в этом пункте, и если бы, что еще труднее допустить, сам Папа понял бы свое вековое заблуждение и имел бы достаточно мужества открыто заявить об этом, тогда можно было бы немедленно же приступить к переговорам о восстановлении нарушенного 9 веков тому назад мира церковного. И эти переговоры, конечно, скоро привели бы к желанному результату. На остальных разностях догматических и обрядовых католики едва ли будут настаивать. И не только потому, что они считают их второстепенными, но и потому, что при современном состоянии церковно-исторической науки нужно иметь слишком большую смелость, чтобы утверждать правильность католических отступлений. Замечательно, что в то время, как мы считаем католиков еретиками, ибо они исказили не только обряды, но и догматическое учение церкви, католики признают нас только схизматиками, то есть раскольниками, так как мы с их точки зрения догматов не нарушили и виновли лишь в упорном нежелании подчиниться римскому престолу. То есть мы их еретиками, а они нас раскольниками. Ну это как баба в деревне. Мой ушел, трипан-то, вот в город-то. А теперь его тут все пьяница, пьяница, вот. А там его пьяница никто не называет. А говорит, алкоголик только. Алкоголик. Ну то что такое? Заболел там, проходит время, и он говорит, что-то болезнь какая-то непонятна. Триппер, шамкер и бобон. А баба перевела, и трипан шаркнула в забор, говорит. Ну что, вот это такие рассуждения. Но за учения о главенстве и непогрешимости папы они держатся крепко. И по их понятиям всякое христианское общество, будь оно во всех отношениях правоверно, но если только оно не подчинено римскому папе, оно есть безжизненное тело, в кавычках. Расколющий сон. А всякий христианин, принадлежащий к такому обществу, есть мертвый член, предназначенный к вечному отвержению. О, так это православное все. Вот давайте признаем каноническое общение. Признали за рубежной церковью. А я говорил, на этом они не остановятся. Они будут поглощать и разлагать. Так все и получилось. И теперь, ну что, они давят Илариона. Иларион говорит, на нашем ни одной не было общины здесь. Ни одной. А они есть. Есть две. Потеряевская наша. А они отчет-то дают, а нету. Ничего не могут сделать. И теперь, а это раскольническое общество. А как раскололи? С чем мы раскололи? Мы не двигались с места. Ну из списков там они вычеркнули или не вычеркнули, но этим дали отчет, что у нас больше его нет там, там 5 лет Ивтихии был, переходной период сделали. Все лукавство на лжи. Вот это точно-то все. Все. И у вас благодати нет, батюшка служит незаконно, литургия незаконна. То есть, ну вот это вы бились, а вот теперь получаете свой адрес. Это как это может быть? Нам смешно это, что так считают? Так. Да как вы-то это же самое и делаете. Вот прямо как вокруг такое сейчас. А он сказал, он там есть какого-то нашли, сказали какую-то подпись. Ну даже так сказали. Бежал-то он, бросил овец. Увидел волка патриархийного и бежал. Бежал. Овца-то при чем здесь-то? Куда они? Они в ограде находятся, старковной-то. Вот сумасшедшая система. Система католичества. И он бьется за эту систему. Система патриархийная за эту систему. Ни за что не смотрит. Какая она есть, вся уже полностью раздутая, лопнула, разложилась. Все равно это наша система. А вы поносите церковь, а это псевдоправославные. А это там, вот кто получаете? И что? Нежизненное тело. Нежизненное тело. Вот они нас называют так. Раскольничный сом. Все слова говорят. Мертвый член, предназначенный к вечному отвержению. Вот что католики говорят о патриархии, о всем православии, эти теперь говорят на нас. Слово в слово. То есть один и тот же дух. На чем же основывают римские католики свое учение об главенстве и непогрешимости Папы? Основывают они его на том, что будто бы апостол Петр был главой апостолов и апостольской церкви, и свои права, как главы церкви, передал будто бы рукоположному им римскому епископу, а тот, в свою очередь, своим преемникам. Из этого видно, какое огромное значение имеет для католиков вопрос о положении апостола Петра среди других апостолов. Если мы докажем, что Петр не был главным, и Петр не руководил другими апостолами, значит, другое так отпадет. Это поистине вопрос жизни и смерти, так как с падением первой предпосылки о главенстве Петра падает, естественно, и весь католический силогизм. Если апостол Петр не имел тех исключительных привилегий, которые приписывают ему современное католичество, то, само собой, разумеется, он не мог никому и передать их, а следовательно, римские папы должны отказаться от своих горделивых и властолюбивых претензий. Вот это властолюбие! Жуткое! А это у нас каждый священник – папа. Там один папа, а тут тысячи пап. Прежде чем приступить к разбору римско-католического общения об апостоле Петре, необходимо установить точно и определенно, в чем, собственно, состоит различие между нами и католиками в этом вопросе. Вот рассуждаем. Мы верим, что тело Вселенской Церкви имеет и может иметь только одну главу – самого Господа нашего Иисуса Христа, который обещал пребывать с ней до скончания века. Матфея 28-20. С другой главы никогда не было и быть не могло. Вот с этим надо остановиться. Глава Церкви – Христос. К посланиях к Колоссинам 1-18. 1 Коринфянам 3-11. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Ефесянам 1-22. И все покрыл под ноги Его и поставил Его превыше всего главой Церкви, которой есть тело Его, полнота, наполняющего Его все во всем. Слава Иисусу Христу! И многие другие места. Мы верим, что апостол Петр, как апостол, обладал всеми правами апостольства, данными ему и другим апостолам, их божественным учителям и Господа. Правом со властью непогрешимого учительства, проповедовать Евангелие всей твари, совершать таинства, поставлять епископов, основывать Церкви во всех странах мира, управлять основанными Церквами с апостольским полномочием. Ввиду Его исключительно твердой пламенной веры, своего божественного учителя, не отвергаем мы и первенство Его среди других апостолов. Наряду с апостолом Павлом мы именуем Его первоверховным, в кавычках. Но это первенство не прибавляло к Его апостольству никаких особенных, ему только свойственных прав и привилегий. Он был первым между равными. Католики не отрицают того, что Христос есть глава Церкви, но прибавляют, что Он, кроме того, для видимой земной Церкви, поставил еще главу в лице апостола Петра. Еще главу поставил. Которая есть, таким образом, наместник векаре Христа и князь апостолов. Главенство Петра понимается не только в смысле власти над апостолом и Церковью, но и в более глубоком, сакраментальном смысле. Будто апостол Петр был единственным ординарным вселенским пастырем Церкви, а прочие апостолы были лишь экстраординарными пастырями, получившими свои права и дары апостольства непосредственно от Христа, а через Петра, или, по крайней мере, пользовавшиеся ими в безусловной зависимости от него. Таким образом, различия в учении православия католичества положения апостола Петра среди других апостолов весьма существенна, и примирение невозможно. Как же узнать, на чьей стороне истина? Я вам спрашиваю, католичество? Вот я ставлю католичество. Нет католицизм? Ну, я не знаю, какая там разница, мне не дано понять. Я ставлю католичество, мне более кажется, это правильно будет. Второй пункт. Евангельское повествование об апостолах и в особенности об апостоле Петре. Слушайте внимательно, в этом суть. Я еще, я 53 года занимаюсь этой деятельностью, миссионерской, но с католиками ни разу не спорил на эту тему, ни разу, ни с одним. Я признаю их благодатность, как патриархийная. Подойду под благословение к священнику. И поэтому я тут с патриархом Кириллом, с Алфеевым митрополитом Иларионом согласен, что благодать есть у них, и меня тут не надо убеждать. Единственным источником для суждения истинного положения апостола Петра является новозаветное писание. Предание церкви лишь повторяет и разъясняет данные нового завета, но не прибавляет ничего нового. Следовательно, для правильного ответа на спорный вопрос, нужно внимательно и беспристрастно прочитать повествования евангелистов и прочих новозаветных священных писателей, останавливаясь особенно на тех местах, где говорится об апостолах, об отношениях их между собой и к их божественному учителю. Нужно вникнуть во все эти места в их взаимной связи, а не набрывая отдельные фразы, как нередко делают католические писатели. В священном писании есть нечто целое, единое, есть живой организм, все части которого занимают каждое свое место, играют свою роль. В Евангелии есть книга жизни, где ни одно слово не может быть исключено или вставлено, не может быть противоречий с другими словами. О, самое главное, вот у сектантов вся ошибка в том, что они берут одно место, вырвали, а другим местам противоречит, они на это не смотрят. Нельзя кланяться человеку, а в других местах кланялись. Нельзя кланяться ангелам, ангел сказал, не кланяйся Богу. А в остальных местах кланялись, они не могут совместить. Не могут, и они не нуждаются. Вот это секта, узлость взгляда на есеную, узлость. Дальше. Евангелие может быть правильно подпонято лишь в общем контексте, в общей картине. Наконец, нужно понимать, что в описании при свете священное предание, то есть руководствуясь толкованиями святых отцов и учителей, признанных и православным Востоком, и католическим Западом. Вот так. О том, как учат апостоли Петре, отцы и учители первых веков христианства, смотрит Никанор Боровков, рахиепископ, разбор римского учения о видимом в главенстве церкви, Санкт-Петербург, 1856 год. Здесь приведено множество ссылок и святоотеческих творений, которые доказывают, что ни один из отцов и учителей церкви не признавал апостола Петра главой апостолу и наместником Христа. И вот, если мы руководствуясь этими правилами рассмотрим интересующий нас вопрос с точки зрения данных священноописания, то для нас не может быть ни малейшего сомнения в истине учения православной церкви. Напротив, при внимательном и беспристрастном чтении священных книг кажется странным и непонятным, как могла возникнуть нелепая мысль о наместничестве и викориатстве Петра, и как эта мысль, укрепившаяся в темное средневековье, может еще держаться в наш просвещенный век. Ведь отказался же католический запад от других вымыслов этой врачной эпохи, тесно связанных с идеей папского главенства, лжей и сидоровой декреталии, сказаний о даре императора Константина и прочее. Почему же у него не хватает смелости отказаться и от мысли о каких-то особенных полномочиях апостола Петра? Не объясняется ли это упорное заблуждение, с одной стороны, необычайно строгой дисциплиной среди католической иерархии, а с другой, крайним неведением в области богослужских вопросов, какой царит в массе католического населения, мало знакомого с священным писанием и с преданием древней неразделенной церкви? Но все, что говорится, это все относится к православной церкви. Тоже невежество, тоже незнание и необычайно строгая дисциплина среди католической иерархии. Среди православной иерархии. Система. Прежде всего, для беспристрастного читателя новозаветных книг не может подлежать сомнению то, что все 12 учеников, избранных спасителем, были абсолютно равны между собой в отношении дарованных им прав и возложенных на них обязанностей. Возьмем хотя бы первый акт апостольской жизни, призвание к апостольству. В обстоятельствах этого призвания мы не видим никакого существенного различия между апостолами. Все они призваны, были одинаково и непосредственно с самим Божественным Учителем. Правда, по рассказу евангелиста Иоанна, первая глава, который писал позднее других евангелистов и во многих случаях добавлял для достающих них подробностей, первым призван был Андрей, бывший до сели учеником Иоанна Крестителя. Он привел к Иисусу своего брата Симона, которого Господь наименовал Петром. Но это первенство не имеет ничего общего с главенством, и правословная церковь, называя Андрея первозванным, никогда не приписывала ему никаких преимуществ по отношению к Петру или к прочим апостолам. Видите, это хорошо. Точно так же, когда Господь послал учеников своих для проповеди Евангелия Царствия Божия, по двое в разные стороны, то Он не только дал им одинаковое наставление в путь, но и совершенно одинаковые права, одинаковые дары. И призал учить двенадцать учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их, и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Сих двенадцать послал Иисус и заповедовал им. Матфея 10 глава. Марк 6 глава. Они пошли, проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. И когда апостолы возвратились и дали отчет Господу о своей деятельности, то из слов не видно, чтобы у кого-либо из них оказалось больше духовной силы, чем у других. Марк 6 глава. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Лука 9.10. На Тайной Вечере присутствовали все двенадцать учеников. Всех их Он причастил Своего тела и крови, и всем одинаково дал право совершать Таинство Евхаристии в Его воспоминаниях. То есть уже после Его Вознесения. И опять-таки, если обращать внимание на некоторые слова и подробности, то в рассказе о Тайной Вечере можно видеть некоторые преимущества и апостола Иоанна перед другими апостолами. Он здесь, как и в других местах Священного Писания, называется возлюбленным учеником Господа. Он занимал на вечере ближайшее место к учителю, возлежа на персе его. На груди. И к нему обратился апостол Петр с просьбой узнать у Господа, кого из учеников он имеет в виду, называя предателем. Но, конечно, и это преимущество Иоанна не дает еще права считать его главой других апостолов. Наконец, пред Вознесением своим посылали 11 учеников своих во все концы мира для распространения возвещенного им учения и для совершения таинства он всем одинаково даровал необходимые для этого силы. Матфея 18 глава. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Его Небесного. И таких мест, доказывающих равные права апостолов и непосредственное подчинение всех их Христу, очень много в Новом Завете. Приводить их всем значило бы переписывать целые главы новозаветных писаний. Но будучи равны между собой в смысле апостольского достоинства, ученики Христа, конечно, различаются в отношении своих личных свойств. Пылкий увлекающийся Петр, ангельский чистый юноша Иоанн, скептик Фома Близнец и другие отдельно упоминаемые в Евангелиях апостолы представляют собой более или менее ярко отчерченные различные человеческие типы. И не только своими характерами отличались друг от друга апостолы, но и свои подготовки к делу христианства, предстоящему им апостольскому служению, степени понимания и усвоения проповедуемого Христом Евангелия Царствия Божия. И хотя все они до самого дня сошедшие Святого Духа на них не могли еще вполне отрешиться от иудейского понимания Царства Мессии, и неоднократно даже после воскресения Христова навлекая на себя праведные упреки своего божественного Учителя в неверии и жестокосердии, тем не менее Господь явно выделял между ними некоторых более подготовленных к пониманию тайн Царствия Божия. Особенно выделяются три апостола – Петр, Иаков и Иоанн. Их Господь приближает к себе важнейшие моменты в своей жизни при преображении, в Евсиманском саду, при воскрешении дочери начальника синагоги и прочее. Последний случай особенно характерен, так как Спаситель не позволил никому следовать за ним, кроме Петра, Иакова и Иоанна. Марка, 5 глава, 37 стих. И между этими тремя первое место занимает, несомненно, апостол Петр. Его имя встречается в Евангелиях значительно чаще, чем имена других апостолов. В списках учеников Христа он обычно называется первым. В тех случаях, когда дело касается всех апостолов, он нередко выступает на первый план и говорит за всех. И сам Спаситель очень часто беседует с ним, очевидно, видя в нем наиболее способного и наиболее готового к выполнению той великой миссии, которую он предназначил своих учеников. Это первенствующее положение апостола Петра всецело объясняется высокими свойствами его души, так ярко отразившимися в Евангелии. То есть то, что католики берут, что доказывают, мы здесь и разбираем это все. Прежде всего, его пламенная живая вера в своего божественного Учителя и в его миссианство, вера, которая чувствуется в каждом его слове, в каждом поступке. Правда, вера эта иногда ослабевала и в тяжкие дни страстей Господних, ослабела даже до отречения Учителя. Но омытая слезами покаяния, отречение это не помешало ему вновь достигнуть близости к распятому и воскресшему Господу. Далее изумительная непосредственность, искренность и вместе пылкость, порывистость его характера, обуждавшие его без раздумья, без тени сомнения, сразу говорить и делать то, что у него было на душе, в то время как другие ученики еще раздумывали, как поступить и что сказать. Хотя и здесь необходимо это прибавить, что эта порывистость, эта поспешность иногда вводила его в заблуждение и вызывала упреки Господа. Вроде известных слов, «Отойди от меня, Сатана, ты мне соблазн!» Иван Гелетов, от Филипс Коста. Но если нельзя сомневаться в известного рода первенстве апостола Петра, то не может быть сомнения также и в том, что это первенство не имеет ничего общего с тем главенством, которое с некоторых пор приписывают ему римские католики, чтобы оправдать главенство своего папы, как его приемника. А главенство апостола Петра и другого какого-либо апостола над остальными апостолами нет в Евангелиях ни одного слова, ни одного намека. Напротив, во взаимных отношениях учеников Христа явно чувствуется полное равенство и братство, и к этому равенству и братству призывает их неоднократно и сам Божественный Учитель. Матфея 10 глава, Марка 10, Матфея 20 глава. Вы знаете, что подчиняющиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможих властвует ими, но между вами да не будет так. Матфея 23 глава. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель, Христос. Все же вы братья. Не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, Христос. Из приводимых рус римско-католическими благословами и мест священноописаний, будто бы подтверждающих их учения, лишь два заслуживают в данном случае некоторого внимания, потому что взятые отдельно, без связи с другими местами, они действительно могут смутить людей, неопытных в экзегетике. Остальные же места, или в лучшем случае, доказывают лишь первенство Петра, или же поднимаются католиками совершенно превратно. Для примера можно указать известное выражение в Евангелии Иоанна. «И будет едино стадо и един пастырь» Иоанна 10, 16, который католики любят относить к апостолу Петру и к Папе. В действительности же стоит только прочитать это выражение в контексте, чтобы понять, что здесь говорится только о Христе и о будущем распорядстранении христианства. Третий – разбор двух изрещений Священного Писания, на которые ссылаются католики в доказательство вглавенства апостола Петра. Классическое место, приводимое обычно римскими католиками, подтверждение их, а учение об апостоле Петре есть. Матфея, 26 глава. «Ты, Петр, и на семь камней создам церковь мою, и про то ада не одолеете ее, и дам тебе ключи от Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Первое впечатление, которое мы получаем от чтения этого места, это то, что о главенстве апостола Петра здесь ничего не говорится, а также и вообще об отношении его к другим апостолам. Говорится только об основании церкви. Но католические богословы уверяют нас, что основание или фундамент по отношению к какому-либо зданию, это то же, что глава по отношению к телу. Не будем входить с ними в схоластические словопрения, и допустим пока что основание для церкви и главенства церкви, понятие тождественное. Тогда я перейдем к самому тексту. «Ты Петр и на семь камня». Дальше. Хотя Петр по-гречески означает «камень», но очевидно, спаситель полагает некоторое различие между двумя словами, или точнее употребляет одно и то же слово в разных значениях. Здесь своего рода игра слов, которой и пользуется католическая схоластика. Собственное имя смешивается с нарицательным. Для того, чтобы нам, русским, была вполне понятна мысль Христа, необходимо передать ее по-русски, перенести рассказ, так сказать, в русские условия. На русском языке есть также собственные имена, смысл которых для каждого русского совершенно ясен, как Петр для грека или Кифа для еврея, например, женские имена, вера, надежда, любовь. И вот представим себе такой случай. Русская женщина поступает в монастырь, при постаряжении меняет имя, так как она отличается любвеобильным характером, добротой и отзывчивостью, то ей дают имя любовь. И предположим, что епископ, совершающий постаряжение, говорит ей, «Ты любовь!» и на этой любви основывается всякий монашеский подвиг. Ясно, что здесь слово «любовь» в двух случаях понимается различно. В первом случае в смысле собственного имени, прилагаемого к данной личности, во втором – в смысле нарицательном, для указания одной черты характера этой личности. Какие рассуждения? Внимание! Дальше. Точно так же и в словах Спасителя. В первом случае Симон называется кифой, или Петром, или Камнем, с большой буквы, в смысле собственного имени. Во втором случае имеется в виду его твердое, как камень веры, который он проявил в словах «Ты, Христос, Сын Бога Живого», и на которой Христос и обещает основать свою церковь. Так понимает это место православное богословие, следуя разъяснениям знаменитейших отцов церкви. Но сделаем и здесь уступку католической догматики. Предположим, что слово «камень» в обоих случаях должно понимать и одинаково, то есть Христос обещает сделать церковь на апостоле Петре. Но тут возникает самый существенный вопрос. На одном ли Петре созидается церковь, или он является лишь одним из основателей, оснований церкви? И в сравнении с другими местами Священного Писания ясно, что возможно лишь последнее толкование. Так апостол Павел, посланник Ефесянам, обращаясь к христианам, говорит, «Утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагается стройно, возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Ефесянам 2 глава. А в послании к коринфянам, говоря о созидании церкви, Христовы выражаются так. «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». 1 Коринфянам 3.10. В апокалипсисе, где церковь сравнивается с городом, сразу говорится, «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнеса». Откровение 21 глава. Сам апостол Петр в первом послании своем называет христиан «живыми камнями, устраивающими из себя дом духовный». 1 Петра 2.5. А спаситель называет «камнем, который сделался главой угла». 1 Петра 2.7. Очевидно, что в всех этих местах церковь Христова сравнивается с неким строением, основанным на скале или краеугольном камнем, к самом Иисусе Христе, на котором покоится, так сказать, фундамент церкви, основанные камни, пророки и апостолы, в том числе и апостол Петр, а еще выше прочие верующие христиане. К такому именно пониманию слов Спасителя, обращенных к апостолу Петру, то есть, что слова эти не дают Петру никаких исключительных преимуществ, побуждает нас и связь речи. Проходя постелением Кесарии Филипповой с учениками своими, Господь спрашивает их, за кого принимают его люди. Они отвечали, что одни принимают его за Яна Крестителя, другие за Илью или за Еремию, или за одного из пророков. Тогда Господь неожиданно для них задает вопрос, «А вы за кого меня почитаете?» И прежде чем апостолы сообразили, что ответить, пламенный Петр предупредил их, как это часто бывало в других случаях, и сказал за всех, «Ты Христос, Сын Бога Живого!» Матфея, Марка 8, 27. Ясно, что он говорил от имени других апостолов, высказал их общую мысль, а потому и ответ Спасителя, обращенный к Петру, нельзя относить исключительно к нему одному. Совершенно подобный же случай рассказывает евангелист Лука. На озере Генесарецком Господь, войдя в одну из лодок, велел Симону и другим рыбакам закинуть сети. И они, не поймавши ничего, в истекшую ночь в этот раз поймали так много, что наполнили рыбой две лоски. При виде такого чудесного лова они ужаснулись, и Симон, припав к ногам Иисуса в трепетии, в восторге воскликнул, «Отойди от меня, Господи, потому что я человек грешный!» И Господь в ответ сказал ему, «Не бойся, отныне ты будешь ловить человеков!» Несомненно, что здесь, отвечая Петру, Спаситель имел в виду и других рыбаков, которые, очевидно, так и поняли слова Христа, так как немедленно оставили и сети, и лодки, и последовали за ним. Что же касается упоминания о ключах Царства Небесного, о праве вязать и решить, то, очевидно, и здесь, в лице апостола Петра, Господь дает обещание всем апостолам, тем более, что в том же Евангелии Матфея несколько позднее он повторяет то же самое обещание и в тех же выражениях по отношению ко всем ученикам. Матфея 18-19. А по воскресенье своим он исполнил это обещание, сказал, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Евангелие Теана 20-я глава. Другое место евангельское, на которое обыкновенно ссылаются католики в доказательство главенства апостола Петра, это известный троекратный вопрос, «Любишь ли меня?», с которым Господь обратился к Петру во время третьего явления своего ученикам по воскресенье на море Теверятском, и затем повеление пасти Агнца в его и овец его. Евангелие Таун 21-я глава. В этих словах католики видят исполнение Господом того обетования, которое дано было им прежде апостола Петру, то есть действительное предоставление Петру власти и главенства в церкви, причем под овцами они разумеют апостолом, а под агнцами остальных верующих. Но и здесь связь речи опровергает католическое толкование. Слова Спасителя произнесены были вскоре после воскресения, то есть тогда, когда апостол Петр все еще находился под тяжким гнетом своего малодушного проступка во дворе с первосвященническом, своего отречения от учителя. Необходимо было не только для него, но и для других учеников восстановить его в его апостольском служении. Вот это восстановление его в прежних правах и совершилось в упомянутой беседе. И это подтверждается всем построением беседы. Слова «Любишь ли ты меня больше, нежели они» служат очевидным напоминанием самонадеянных слов Петра. «Если и все соблазняются о тебе, я никогда не соблазнюсь» ответ 26 «С тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Троекратный вопрос «Любишь ли меня?» Соответствует троекратному отречению Петра, а то, что Петр после третьего вопроса Господа опечалился, и совершенно объяснимо, если допустить, что здесь идет речь о предоставлении Петру главенства именно Месячества. И наоборот, печаль эта вполне понятна, если апостол Петр усмотрел слова Господа напоминание его отречения. И дальнейшие слова Спасителя трудно примирить с главенством апостола Петра. Следуя за учителем, он, увидав Иоанна, апостол Петр спросил «А он что?» И в ответ услыхал «Если я хочу, чтобы он прибыл, как пока прииду, что тебе до того? И ты иди за мною». Трудно предположить, чтобы Спаситель сказал так тому, кого он назначил своим наместником и князем апостолом. Князем. Князем апостолом. Если приводимые римскими католиками места из Евангелия не подтверждают, как мы видели, того, что они хотели бы доказать, то есть главенство апостола Петра. Но с другой стороны, есть целый ряд таких мест, которые показывают невозможность допущения мысли об этом главенстве. Достаточно остановиться только на двух местах. Евангелист Матфей повествует, что однажды ученики приступили к Иисусу и спрашивали, кто больше в Царстве Небесном. И что Господь по этому поводу дал им наставление и, между прочим, учил, как нужно поступить, когда возникает между ними расприя. Сначала надо попытаться уладить эту расприю между собою. Если не удастся, то обратиться к посредничеству одного, двух или трех свидетелей. Если же это не удастся, то надо передать дело на суть церкви. Церковь, по слову Господа, есть последняя инстанция. Непослушавший Церкви становится для ученика Христа как язычник и мытарь. Матфея 18 глава. И если бы к этому времени апостол Петр был назначен князем-апостол, наместником Христа и непогрешимым главой апостольской церкви, то, кажется, неестественно было бы ожидать здесь упоминания о нем. Римский Папа, которого католики признают и преемником апостола Петра, считает себя даже выше соборов, представляющих всю церковь. Другой случай рассказывается тем же Евангелистом Матфеем до 10 глава, 20 стих. Мать сыновой Завидеевых, а затем, по словам Евангелиста Марка, и сами сыновья Завидеевых, Иаков и Иоанн, может быть поощренны особенным вниманием к ним апостолу Петру со стороны Учителя в День Преображения и в других случаях просили Господа посадить их в будущем в Царстве Своем одного по правую руку, другого по левую, то есть предоставить им первенствующее положение. Остальные десять учеников, услышав об этой просьбе, вознегодовали. Подобный же спор о первенстве среди 12 апостолов по свидетельству Евангелиста Луки был и на Тайной Вечере. Кто из них должен почитаться больше? Само собой разумеется, таких споров не могло бы быть, если бы апостолам известно было оглавенство над ними Петра. Здорово! Что бы они спорили, если бы знали, что он главный? Четвертое. Свидетельство о деянии святых апостолов и апостольских посланий. Приведенными соображениями достаточно доказано то, что римские католики напрасно ищут Евангелие и подтверждение их средневекового вымысла об апостоле Петре, как векарий и наместник Христа. Евангелие свидетельствует напротив них. Но может быть, главе Петра не проявляет власть приземной жизни Христа? Может быть, по вознесению Господа Петр вступил в роль его наместника и князя апостола? О том, что произошло после вознесения, повествуют нам деяния святых апостолов и апостольские послания. Изучая внимательно эти новозаветные писания и в особенности те места в них, где говорится о взаимоотношении между апостолами, мы видим и совершенно ту же картину, что в Евангелии. То есть, прежде всего, полное равенство учеников Христа в глазах правах апостольства. Нет даже намека на то, чтобы кто-либо из них повелевал, а другие подчинялись, чтобы кто-либо был учителем, главой, начальником, а другие его учениками, не помощниками. Каждый действовал совершенно самостоятельно, а подчинялись они всего только собранию апостольств. Первым делом апостолов, когда они остались одни, без своего божественного учителя, было избрание вместо Иуды двенадцатого апостола, избрание и постановление поставления двух достойнейших кандидатов было несомненно делом всех одиннадцати, а избрание достойнейшего из этих двух представлено было жребию, то есть воле Божией. И поставили двоих Иосифа и Матфея, и помолились, и бросили о них жребий, и выпал жребий. Матфей, и он сопричислен к одиннадцати апостолам, деяния первого глава. В День Пятидесятницы все апостолы, без исключения, одинаково исполнились с Духа Святого, на всех почили огненные языки. Все начали говорить на иных языках, все одинаково совершая знамения, чудеса, и великая благодать была на всех их. Поставление диаконов было также делом всех двенадцати апостолов. И избрали Стефана, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая, и Тихийца, и их поставили предапостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Деяния шестая глава. Правда, и в период апостольский, так и при земной жизни Спасителя, некоторые апостолы по своему деятельности и по своему положению выделяются из среды своих братьев. Петр и Анна Иакова, брат Господний, проявляют усиленную деятельность и, по-видимому, пользуются особенным почетом и уважением среди христиан и навлекают на себя особенно непримерную злобу со стороны врагов христовых. Позднее к ним присоединяются и, можно сказать, превышают всех их свою неутомимую и плодотворную миссионерскую работу и апостол Павел. Что касается апостола Петра, то верный своему пламенному характеру, он по-прежнему обычно выступает вперед и часто говорит от лица всех или нескольких апостолов. По его предложению был избран двенадцатый апостол вместо Иуды. Он за всех говорит в Деи Пятидесятницы, он осуждает Ананию и Сапфиру, он обречает Симона, он обречает ко Христу первого из язычников Корнелия Сотника и так далее. Но в еще яснейшем Евангелии в Деяниях и Посланиях подтверждается православное учение о том, что в Иерусалимско-христианской общине и вообще век апостольский, как и приземной жизни Христа, не было и не могло быть никакого наместника Христа, никакого князя-апостола. Не мог бы быть таким наместником и князем апостол и апостол Петр, как показывает вся история его отношения к другим апостолам. Вот несколько примеров. Филипп, один из семи диаконов, проповедовал в Самарии и многих обратил ко Господу и совершил над обращенными таинство крещения. Но так как он был диакон, то он не мог совершить второго таинства и для этой цели находившиеся в Иерусалиме апостолы послали к самарянам Петра и Иоанна, которые возложили руки на крещенных и они приняли Духа Святого. Деяние 8 глава. Таким образом, Петр наравне с Иоанном исполняет поручения Иерусалимского собрания, является простым делегатом апостола, что едва ли смирится с идеей его главенства. Трудно предположить, чтобы католические епископы на своих собраниях могли давать какие-либо поручения папе и посылать его куда-либо для совершения таинств. Апостол Петр обратил ко Христу Корнилия, сотника и бывших с ним. Это был первый случай крещения язычников. Об этом узнали апостолы и братья бывшего Иудея. И когда Петр возвратился в Иерусалим, христиане из Иудеев упрекали его в этом поступке. Только когда апостол в оправдании свое рассказал чудесные обстоятельства указанного события, они успокоились, найдя, что он поступил правильно. Деяние 10 глава. Подобный же упрек только в обратном смысле получил апостол Петр апостола Павла в Пантиохии. Петр и Павел не чуждали сообщения с христианами и язычников. Но когда прибыли из Иерусалима посланные апостолом Иаковом христиане из Иудеев, то Петр, кавы, стал таиться и устраняться, опасаясь этих последних. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Тогда Павел при всех сказал Петру, «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Галатам 2 глава 6 стих. Такого рода упреки также едва ли мирятся с положением апостола Петра, как наместника Христа и князя апостола. Наиболее ясным доказательством того, что апостол Петр не был наместником Христа и главой апостолов, служит апостольский собор, по образцу которого созывались и все последующие соборы. В Антиохии возник спор, должны ли язычники, желающие принять христианство, исполнять закон Моисея. Антиохийские христиане не осмелились сами решить этот высокий важности вопрос. Имевшие значение для всей судьбы христианства, они посылают апостола Павла и Варнава в Иерусалим, к апостолам и пресвитерам, а не как к наместнику Христа и главе апостолов, хотя в это время апостол Петр несомненно был в Иерусалиме. Там они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверстие дверь вероязычника. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела и по долгам рассуждении, то есть после того, как уже многие высказали свое мнение, произнес речь и наконец в заключение выступил Иаков и именно предложенной им в редакции составлено было решение апостолов и пресвитеров со всей церковью Деяния 15 глава. После апостольского собора 51 года ученики Христа разошлись во все концы мира с проповедью Христового учения. Все, что сохранили нам об их деятельности новозаветные писания и древние предания доказывает с несомненностью, что никакой земной главы никакого начальника или наставника среди них не было. Никаких предписаний ни от кого они не получали и ни за какими советами или инструкциями никому не обращались. Если же христиане времен апостольских всех мест и народов составляли все же единую и раздельную церковь Христовую, то это потому, что их всех связывало единство неедимого, невидимого, наверное, неединого, но всегда с ними пребывающего главы Христа. Да, да, да. Единство веры и единство таинств, единство благодати Духа Святого, одушевляющее всех верующих. Проходясь в проповеди Евангелия, по городам и весям апостолы основывали всюду первые христианские церковные общины и ставили там епископа. Так апостол Петр несомненно основал церковь в Антиохии и рукоположил там первого епископа Еводия. Был он и в Риме, где и скончался мученической смертью, но по своей вероятности еще раньше его был в Риме апостол Павел, который собственно и является основательной римской церкви. Он же вероятно рукоположил им первого римского епископа Лина в православии католичества протеерей Николай Сахаров Париж Костер сооружен и роковое готово вспыхнуть пламя. Все молчит. Лишь слышен легкий треск и в нижнем слое костра огонь предательский сквозим. Дым побежал на розгусте толпился гуще. Вот все они и весь этот темный мир. Тут и гнетомый люд, и люд гнетущий, ложь и насилие, рыцарство и клир. Тут вероломный кесарь и князей имперских и духовных сон верховный. И сам он римский иерарх в своей непогрешимости греховной. Тут и она та старица простая, не позабытая с тех пор, что принесла крестясь и воздыхая резанку дров как лепту на костер. И на костре как жерта пред закланием вам праведник великий предстоит. Уже обвеянный огненным сиянием он молится и голос не дрожит. Народа чешского святой учитель бестрепетный свидетель о Христе и римской лжи суровый облегчитель в своей высокой простоте. Не изменив ни Богу, ни народу, боролся он и был необорим за правду Божью, за ее свободу, за все, за все, что бредом назвал мирим. Он духом в небе, брат, скажу, любовью, еще он здесь и еще среди своих, и светил он, чтоб собственную кровью Христову кровь он настоял для них. О, чешский край, о рот единокровный, не отвергай наследие своего, о, довершая же подвиг свою духовную и братц Dist rapidement не отвергай наследие своего, о, доверша же подвиг свой духовный и братц единственный торжество. Не получается все же. Ну, не получается, что поделать. И цепь порвався родствующим Римом, гнетущую тебя уже так давно. На гуслом костре неугостимом расплав ее последнее звено. Тюльчев, 1870 год. Гус на костре. Он на костре стоит. О, чешский край, о, родки инокровные, не отвергай наследие своего. О, доверши же подвиг свой духовный и братского единства. Торжество. Что ты как сонный считаешь? Квелый такой. Ну, ладно. Доберется до вас папа. Возведет тебя на костер-то. Завопишь-то, да. Ну, ладно. Давай дальше. Все. Так.